Иглы хвойных Как любой биоматериал Для мульчирования, для компостирования И так далее Но нужно понимать, что Использование это накладывает Определенные рамки, поскольку Оно закисляет почву Значит можно ее либо использовать На уже нейтральной или Слабо щелочной почве, когда нужно Такое подкисление Либо нужно их используя Добавлять те вещества, которые Нейтрализуют кислоту Это например древесная зола Или доломитовая мука Опытные садоводы знают, как еще можно Использовать елку после праздников Например, если на даче есть бани, то из веток Делают веники, а тонкими веточками Можно укрыть молодые культуры, чтобы Защитить их от мороза В больших городах есть специальные службы Собирающие деревья после праздников В дальнейшем их не выбрасывают, а перерабатывают Из них производят топливо Косметические средства и лекарственные препараты Можно, например, сделать из них натуральные инстинктициды и фунгициды Это вещества, которые борются с насекомыми вредными Или с грибами вредными Это фунгициды, которые заражают растения на приусаденном участке И снижают урожай или декоративные свойства Елку также можно сдать в зоопарк Ее ветками лакомятся слоны, олени, антилопы и жирафы Но и другим животным она может пригодиться Из ее ветвей строят шалаши для обезьян И делают теплые подсилки для тигров и волков Зимняя хвоя, ели и сосны богата аскорбиновой кислотой Витаминами группы В, Е и железом Потому также полезны хвойные ванны Которые снимают усталость и выводят токсины Их назначат при кожных заболеваниях И заболеваниях органов дыхания Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс